друзья всех приветствую в начале очередной торговой недели мы снова на финансовых рынках и продолжаем разбирать и говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал о маркет составлять ваши вопросы в секции с комментариями и не забывайте ставить лайки друзья сегодня в 17.00 по московскому времени то есть традиционно как и всегда для понедельника состоится вебинар правильный понедельник где мы еще раз разберем те тенденции которые сейчас есть на финансовых рынках основные фундаментальные посылы действия и курсы центральных банков и попробуем понять как вот последний новостной фон скажется впоследствии на поведение финансовых инструментов то есть обычно мы говорим про основные представители рынка а форекс касаемся если что то есть интересная фондового рынка много говорим про нефть если есть возможность подключайтесь сегодня к прямому эфиру буду рад вас всех видеть и в прямом эфире конечно же можно будет задать мне вопросы и так об основных событиях опять же с которыми мы стартуем эту неделю конечно же это сообщение о том что дональд трамп заразился коронавирусом эта новость на рынке пришла еще в пятницу но вот так сожалению в тот момент когда я готовил друзья для вас брифинг у меня еще не было информации о том что такого рода как инцидент произошел и трамп и его супруга в частности заразились они от одного из членов команды трампа который сопровождал его во время предвыборных дебатов с джоном байденом сдали тесты результат положительный как только эта новость появилась на рынке этот сенсационный твит трампа первая реакция которую мы увидели это распродажи рисковых инструментов вопросов к этому разумеется нет на рынке локально возникла паника потому что никто не знал что будет дальше мы вообще говорим о президентских выборах в сша как о нечто крайне неопределенному и непредсказуемым сейчас они даже без этого заболевания были одними из самых а скандальных за всю историю если не сам скандальными после того как появились известия корона вирусе трампа неопределенность возросла многократно почему потому что друзья очевидно что трампа который в принципе за возраста находится в категории лица крайне подверженных самым негативным последствиям от коронавируса стало ясно что ему по состоянию здоровья скорее всего придется пропустить ряда мероприятий предвыборных мероприятий возможно даже следующие дебаты которые состоятся уже совсем скоро 15 октября джо байден в принципе с ним все нормально он продолжит предвыборную компанию его позиции так были сильны до вот известия коронавирусе трампа поскольку сейчас на время трампа а сошел с дистанции на время конечно же есть высокая вероятность того что байден еще больше усилить свои позиции выходные прошли друзья и вы знаете по той реакции который мы сейчас видим на финансовых рынках мы не наблюдаем какие-то тотальные распродажи фондовых индексов мы не видим невероятного спроса на отдельные защитные инструменты это говорит о том что может быть все таки инцидента с трампом если он имеет место быть ну как сценарий друзья это часть какой-то пиар-компании вот кстати вопрос в студию то есть вам друзья что вы думаете по этому поводу действительно ли а трампа болеет коронавируса либо может быть это какой-то ход конем который позволит набрать очки популярности рейтинга именно на том что он сам столкнулся с этим недугом собственно 2020 года посмотрим за тем как будут меняться как бы расстановка сил в плане предпочтения электората в отношении байдена и трампа я думаю что в ближайшие дни ситуация прояснится мы будем безусловно наблюдать за тем что происходит на финансовых рынках но пока мы не видим паники я предлагаю ее собственно ручно не разводить и поработать с тем чем мы работали раньше например касательно индекса американская валюта 93 80 мы сегодня снова снижаемся в пятницу вышел отчет по нон фарм пирал со статистика как как и прогнозировали разочаровала шестьсот шестьдесят одна тысяча новых рабочих мест учитывая то что получается два месяца назад значение было в районе полутора миллионов шестьсот шестьдесят одна тысяча это гораздо хуже прогноза даже моего скептического прогноза я допускал что будет роста новых рабочих мест на восемьсот тысяч после этого отчета можно сделать вывод о том что больше двадцати двух миллионов человек сша остаются без работы и на основании этого точно дальше следует еще один вывод то что экономический рост под закат двадцатого года американской экономики основа столкнется с серьезнейшими проблемами и может быть если ситуация ухудшится с а пандемии а сейчас мы говорим о полноценной второй волне посмотрите на случай еженедельные ежедневные по количеству на заболевших штатах это больше сорока тысяч это пиковое значение если ситуация будет развиваться таким же образом то возможно экономический рост снова кажется на отрицательной территории уже в первом квартале двадцать первого года слабая макроэкономическая статистика как я уже говорил это еще один повод для того чтобы замокнуться на более скоро достижение лишь компромисса конгресса относительно новых мер экономического стимулирования поэтому я считаю что благодаря слабым данным мы можем с еще большей уверенностью сказать то что у конгресса есть все необходимые вводные чтобы согласовать выделение дополнительных денег и эти деньги впоследствии станут причиной для снижения курса американской валюты я жду как вы помните индекс доллара снова в районе девяносто двух пунктов золото в связи с этим покупают 1892 доллара за унцию цель опять же на этой неделе друзья и отпускаю что будет 1920 1925 европейская валюта против доллара 1 1730 данный момент влияние на евро оказывает снижение курса американского доллара европейская валюта растет это в принципе то что нам и нужно цели прежние 1 1850 1 19 и хорошо то что евро смог устоять даже на пятничных сообщениях о повторном введении карантинных мер в мадриде ситуация в испании и франции действительно с коронавирусом катастрофическая в принципе рост количества заболевших примерно такой же как мы видели на пике распространение коронавируса в начале 20 года я очень рассчитываю на то что все таки удастся локализовать распространение взять ситуацию под контроль но пока что друзья есть то что есть фон против доллара 1 29 39 никакого компромисса прогресса по брекзиту нет поэтому при появлении опять же сообщение о том что очень близка дата 15 октября это как бы дедлайн когда ес и англия должны все-таки признать наличие либо отсутствие соглашение дальнейшем торговом сотрудничестве всем времени все меньше компромисса нет поэтому друзья нужно готовиться к серьезным распродажам британской валюты что касается других активов bitcoin 10700 потихоньку мы восстанавливаемся цели а прежние это движение и ожидание роста биткоина выше 12000 индекса доу джонса 27750 пунктов после распродаж пятницу практически все потери были нивелированы до конца торговой сессии я думаю что дальше друзья мы будем расти потому что опять же очень ждем решение от конгресса по новым мерам экономического стимулирования рынок нефти 40 0 9 те трейдеры вновь сделали акцент на опасения за перспективы роста мировой экономики и на избыточное предложение и эти опасения поддержал еще в пятницу бейкер хьюз по количеству отчета от нефтесервисной компании количество платформ в штатах 189 единиц 183 и соответственно трейдеры решили что на фоне роста количества терминалов штаты станут еще одним регионом который усилит предложение я пока держу друзья длинные позиции потому что настроение на рынке нефти очень быстро меняется вполне возможно что это может произойти также стремительно и в ходе дальнейших торговых сессий на этом все всем спасибо за внимание и пока